В далекой Англии жил-был король, и жила-была приветственная король. Алло, ты козлина, ты мне в огонь тушенки торчишь. Что? Быки наехали, я тебя самого как быка в банку загоню. Папик, папик, ты когда мне машину новую губишь, мне надоело это уже, видите, я хочу новую, что это мне за развалюха такая? А тебе, сказочник, я прикажу голову отрубить, если еще раз меня будут щупать. Быти суровые времена, когда в Англии царил полнейший кружок. И, похоже, вернулся в церковь отца на своем верном груди, конди, сербунки. Э, тебя кобыла дома ждет, поехали. Эти груди очень нравились серу Анцелуту. Я от них тоже безумно. Устал конек-горбанек. Напою я, наверное, его. Э, сказочник, ты что делаешь? У меня кон закодированный. При дворце жил великий и ужасный маг Мерлин. Все его очень боялись, потому что он знал великие заглянания и мог превратить любого человека в любую вещь. Не мельтеши. А то в таракана превращу. Анцелут, одержимый идеей поцеловать королевские груди, пришел к Мерлину с огромной просьбой. Я заплачу тебе 100 золотых монет. Только бы мне поцеловать эти прелестные груди королевы. 100 золотых монет. Я согласен. В то время, когда король и королева собрались, Мах Мерлин незаметно пробрался в покое короля и обрызгал декольте королеву. Волшебным звеньем, которое вызывает чешутку. Дорогой, у меня декольте чешутся. Дорогой, у меня декольте чешутся. Скорее, скорее, чеши. Скорее, дорогой, чеши. Очень чешто, очень. Да сколько можно чесать? Мерлина ко мне. У вас такая редкая болезнь, вам поможет. Только слюна сэра Лоцелота. Радости Лоцелота не было предела. Он в течение часа обрызывал королевские короли. Ещё быстрее, быстрее ещё, ещё быстрее. Ещё, 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 давай быстрее. Ещё. Мерлин пришёл за положенную гонорар. Но Лоцелот ничего ему не дал и прогнал его. На следующий вечер Мерлин обрызгал трусы короля. Волшебная жидкость. Лоцелот, я без тебя не могу жить. Волшебная жидкость. Я макар. Я макар.